Медпомощь жителям окружных сел. В регионе начала работу мобильная медицинская бригада и передвижной флюорографический отряд. С 12 по 16 января врачи работают в Тельвиске. Отправились в первую столицу Ниницкого округа и наша съемочная группа. Ольга Русул продолжит тему. Пожалуйста, масочку подойдем? Хорошо. Один из первых населенных пунктов, в который отправилась мобильная медицинская бригада, село Тельвиском. За три дня врачи осмотрели порядка 150 жителей. 15 жителей привелись от коронавируса вакцины ГАМ-КОВИД-ВАК. Конечно, удобно, но я думаю, что маловато. Не все специалисты, которые бы нужны еще в деревне. А каких бы вы хотели специалистов видеть? Эндокрингового, например. Это, по-моему, востребованное. Удобно, конечно. Не надо в Гоноринмар выезжать. Очень даже удобно. Каким надо специалистам идти, идешь, дашь анализы, все. Вас заранее предупреждают, да? Да, да, да. Объявления пишут, звонят. Конечно, надо. Вот медосмотры те же пройти в ГАИ, водитель, ну, в ГИМС пройти, пожалуйста. Всегда проблем-то нет. В этом году в составе мобильной бригады 14 специалистов Центральной районной поликлиники Заполярного района. В их числе терапевт, педиатр, невролог, отоларинголог, акушер-гинеколог, офтальмолог, психиатр-нарколог, стоматолог, хирург, рентгенолог, врач УЗИ, врач функциональной диагностики ЭКГ и специалисты лаборатории. В составе бригады уже не первый год, практически один и тот же, и уже все знают своих проблемных пациентов в каждом населенном пункте, как бы уже попроще работать. Не когда мы первые разы выезжали и первый раз всех осматривали. Сейчас уже все знают своих проблемных пациентов, их отдельно вызывают, осматривают, анализы и прочее проводят им. Все сотрудники телевизорного здравпункта в эти дни оказывают активное содействие медикам мобильной бригады. А перед их приездом за годи предупредили пациентов о возможности приема и диагностики узкими специалистами на месте. Единственное, конечно, у меня бы было желание, чтобы бригада была подольше здесь работала, потому что, чтобы это было не в спешке, а в таком спокойном состоянии, чтобы больной мог обговорить, проконсультироваться с врачом. А поскольку им сейчас по времени не ограничено, следовательно, все это очень быстро-быстро-быстро все происходит. А так у нас много специалистов. Хорошо, что есть окулист, невролог есть, терапевт есть, лор-врач есть. 16 января медики начнут обследовать жителей деревни Устье. С 19 по 21 января проведут осмотр населения поселка Красное. С 25 января поселка Нельмин-Нос. Выезды медиков в сельские населенные пункты организованы в рамках регионального проекта развития первичной медико-санитарной помощи Национального проекта здравоохранения. До конца 2021 года медики Центральной районной поликлиники Заполярного района посетят все отдаленные пункты Ненецкого автономного округа для проведения осмотров и спонсоризации взрослого и детского населения. Ольга Руслова, Антон Водряков, Телеканал «Север».